24 октября 1974 года внезапно умерла Екатерина Фурцева, министр культуры СССР. Через месяц ей должно было исполниться 64 года. Екатерина Фурцева была живым воплощением ленинской идеи о кухарке, которая может управлять государством. Она единственная женщина в СССР, сумела не в кино, а в жизни пройти светлый путь. От полуграмотной ткачихи до члена президиума ЦК КПСС и попасть в узкий круг высшего руководства страны. Одна среди мужчин на вершине власти, естественно, жизнь Фурцевой рассматривали под лупой, ей завидовали, ее не щадили ни коллеги по работе, ни народная молва. Возможно, именно за то, что она не превратилась в бесцветную чинушу, а сумела остаться женщиной. Пронесла яркую, трогательную, иронимую женственность через всю свою жизнь. Это программа «Последний день», и я, Борис Щербаков. В октябре 1974 года Малый театр собирался праздновать юбилей. 150 лет. Министр культуры готовила к торжественному вечеру доклад. Вдруг окольным путем узнала, поздравлять юбиляров будет не она, а председатель президиума Верховного Совета Подгорный. Это был своего рода сигнал. Фурцеву убирают. А буквально через несколько дней ее не стало. Официальной причиной гибели назвали сердечную недостаточность. Однако в кулуарах шептались и о насильственной смерти, и о самоубийстве. Сегодня это может показаться странным. Разве кончают счеты с жизнью из-за увольнения с должности, пусть даже высокой, и уж тем более убийства? Какие опасные секреты могла хоронить министр культуры? Но тем, кто лично знал Екатерину Алексеевну, слухи не казались беспочвенными. Почему? Чтобы понять это, мы с вами сегодня проживем «Последний день» Екатерины Фурцевой. 24 октября 1974 года, 10 утра. В кабинете министра культуры звонит кремлевский телефон, вертушка. Фурцеву соединяют с генеральным секретарем ЦК Леонидом Брежневым. Тот крайне раздражен, гневно бросает. Ты свою должность позоришь. Зайдя в кабинет, помощница застает министра не в лучшей форме. Отрешенный взгляд, прическа сбилась на бок. Предлагает заботливо. «Катерина Алексеевна, давайте-ка я вас причешу». Она никогда в жизни, даже из комнаты на кухню, не вышла, не сделав прическу. Она всегда была подкрашена. Она всегда была одета с иголочки. Но в тот роковой день ей было не до прически. Генсек говорил с ней так, словно у нее уже не было права голоса. Она не нужна была той власти, которая находилась в двух шагах от того особняка, где она сидела как министр. Она им уже была не нужна. До этого она, как говорят чиновники, ехала с базара, а тут и вовсе должна была освободить кому-то место. Серьезные неприятности начались у Фурцева еще летом. Секретаря ЦК партии заинтересовался дачей, которую она строила по настоянию дочери Светланы. Со стороны министра культуры это был настоящий вызов сложившемуся порядку. Непозволительная роскошь. Было принято, что люди партийные, люди на высоких постах не обогащаются. И поэтому жили на казенных дачах. А Светочка очень настаивала, она очень хотела дачу, ей хотелось жить отдельно. Площадь дачи, которую Фурцева строила для дочери, составляла всего 62 метра. Деньги на нее собирали всей семьей, вложили сбережения, продали машину. Фурцева за все траты могла отчитаться чеками. Но ее отчеты были не нужны. Потому что нашелся повод обвинить ее, высокопоставленного коммуниста, в стяжательстве. Там наговаривали все временно эту дачу, что она берет ковры из Большого театра. Ну, выдумки, понимаете. Это людям свойственно. Говорить плохое в адрес людей сильных. И они хотели ее убрать. Екатерину Фурцеву взяли в классические клещи. Глава Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Арвид Пельша, известный своей страстью терроризировать провинившихся партийцев, предложил Екатерине Алексеевне положить на стол партбилет. А Брежнев убеждал, что хочет замять дело. Надо лишь покаяться и дачу отдать государству. Так они разыгрывали злого и доброго полицейского. А Екатерина Фурцева, конечно, отдала дачу, не получив назад ни копейки денег, да еще винилась, мол, допустила грубую ошибку. Разве что в ноги руководству не падала. Историю как будто бы замяли. Но стоило министру культуры вернуться из отпуска, и стало ясно, никто ее не простил, а громкая история была нужна лишь для того, чтобы облить ее грязью. 24 октября 1974 года, 11.10 утра. В приемной министра культуры ждут посетители. Помощница заходит узнать, будет ли прием. Фурцева сидит за столом. Бледная, жесткая. Приглашай. Я была у нее вместе с Светланой Виноградовой. Это была известная музыкальная коментация. Моя давняя приятельница. Мы вошли, и первое, что, значит, меня поразило, она даже не предложила нам сесть. Она просто сказала, в чем дело? Просто чиновник. Высокий чиновник, который хочет показать свою власть. Ей очень важно было то место, которое она... Она безумно боялась его потерять. Сейчас мало уже кто помнит, что место министра культуры СССР было для амбициозной Екатерины Фурцевой не наградой, а опалой. Последний плацдарм после краха карьеры. Вопреки всему, она его чудом удерживала целых 14 лет. То, что министр культуры, это... Ну, просто она расцвела на этом поприще, и все ее как-то запомнили. А пик-то был, это то, что она вошла в ЦК КПСС. Это просто немыслимая величина в этой стране, где все было завязано на мужчинах. В юности Катя была крупной, круглолицей девушкой. Энергия била в ней через край. Хотелось приключений. Время-то какое было. Середина 20-х. Строился новый мир. Но мама Матрёна Николаевна ни о каких приключениях и слышать не хотела. Так что дочь, закончив семилетку, встала к ткацкому станку. Девушка совершенно из простых. Это Вышний Волочок. Ткацкая фабрика. Мама такая матриарх, которая держала просто, чтобы, упаси Боже, не пришла не вовремя. Это ж позор. И вот в этой безумной строгости, такой российской строгости, жесткой, она росла дома и работала на фабрике. Но характер взрывной. Энергии столько, что она пробивала все. Куда-то же надо эту энергию девать. За станком-то, ну, никак. Поэтому началась комсоморская работа. В 20 лет Фурцева стала членом партии. В 22 уже руководила отделом обкома в Крыму. Там она увлеклась плаванием и планиризмом. В 1933 году Катя поступила на высшие летные курсы в царском селе под Ленинградом. Спортивная, ловкая, как мальчишка, но при этом настолько женственная, что ради нее мужчины были готовы на самые безрассудные поступки. У нее был удивительный смех, как серебряный колокольчик. И вот этот серебряный колокольчик с голубыми глазами. И блондин... Как мы теперь говорим? Она блондинка, включи блондинку. И первый ее роман – это «Инструктор». Естественно, служебный роман. Из-за Кати Фурцевой инструктор летного звена Петр Битков бросил жену с ребенком. В 1936 году Петра перевели в Москву в политуправление аэрофлота, а Катю взяли в ЦК ВЛКСМ инструктором студенческого отдела. Она заочно училась в Московском институте тонкой химической технологии имени Ломоносова. Жили неплохо. Одна проблема – не было детей. 22 июня, в первый день войны, Петр Битков ушел на фронт. А 10 мая 1942 года, то есть через 11 месяцев после отъезда мужа, у Екатерины Фурцевой родилась дочь Света. В метрике ее записали Фурцева, не Биткова. Она безумно хотела ребенка. Вот просто фикс-идея. И она кого-то нашла для того, чтобы забеременеть. И когда Битков приехал на побывку с фронта, она ему сказала, извини, дружок, вот у нас не получалось, а я хочу ребенка. Поэтому вот я родила. Он не твой, как хочешь, можешь себя вести. Битков поступил достаточно благородно. Он эту историю нигде не обнародил. Петр Битков до конца жизни сохранил к девочке теплые отцовские чувства. Однако в семью больше не вернулся. На фронте встретил другую женщину, которая и стала его женой. 24 октября 1974 года, 13 часов. Очередной звонок. Фурцева берет трубку и слышит капризный голосок Светы. «Ты приедешь ко мне сегодня?» Мать сомневается. Вечером она приглашена на прием в Кремль. Успеет ли? Из-за постоянной занятости Фурцева видела дочь редко. Скучала по ней и, конечно, баловала. Света была довольно капризная. Она привыкла быть дочерью министра культуры. Когда начались проблемы с дачей, Светлана высказала недовольство. Если пришлось отдать дом, то пусть вернут за него деньги. Фурцева поняла, дочь не сознает ни масштаба проблем, ни жестоких правил игры в среде партийной элиты. Но сознавала ли сама Екатерина Фурцева, куда попала? Была ли своей среди кремлевской номенклатуры? Она была пионеркой с горным, с барабаном. Она рвалась, она работать рвалась. Ей было интересно все. Осенью 1942 года, оставив новорожденную малышку на попечении мамы, Фурцева вышла на работу в партийный комитет Фрунзенского района Москвы. Его первым секретарем был тогда Петр Бугуславский, который с первых же минут знакомства оказался очарован Екатериной. Ему не было 50 лет, около красивый, как бывают красивыми еврейские породистые мужчины, с шевелюрой, худой, элегантный, с прекрасным образованием. Она его, конечно, любила без памяти и слушалась беспрекословно. И он помогал ей всячески. Он ее образовывал, он ее воспитывал. В 1945-46 годах Фурцева готовила все пленумы и парт-активы района и сама на них выступала, порой затмевая опытного оратора Богуславского. Но ему это даже нравилось. Он бросил бы жену и детей и женился на Кате. Однако ее семья категорически не принимала Петра. Маленькая дочка смотрела из-под лобья, как волчонок, сколько бы сладостей он ей не дарил. А мать просто не терпела мужчин в доме. Тайные отношения Фурцева и Богуславского длились шесть лет. Богуславский очень верил в свою протеже, готовил к большой карьере и прочил себе на смену, если его повысят по службе. Получилось так, да не совсем так. В 1948 году, в разгар борьбы с космополитизмом, Петр Богуславский был снят с должности, а Екатерину Фурцеву назначили таки на его место главой райкома. Через пару лет именно на этом посту ее заметил Никита Хрущев, тогда первый секретарь Московского городского и областного комитета партии. Встреча с ним стала решающей в карьере Екатерины. Она перешла на работу под его началом. Что привлекло Никиту Сергеевича Фурцевой? Кипучая энергия и управленческий опыт сорокалетней чиновницы? Или он был сражен как мужчина? Об этом спорят до сих пор. Историк Юрий Жуков утверждает, роман был. Это мне рассказывали люди, которые работали вместе с ними в ЦК, и которые знали и видели их отношения, которые не дают возможности опровергнуть такое утверждение. На слова людей, которые это мне говорили, можно положиться. Они врать не будут. У нее был безумный с ним роман, но не любовный. Вот эта идея построения на гигантских совершенно просторах, построения нового государства. Ведь они по 20 часов в сутки работали. Им было так интересно. 24 октября 1974 года, 14 часов. Фурцева пообедала одна в маленькой комнате возле кабинета. Налила стопку водки. Она обычно объясняла, я всегда с мужчинами, поэтому пью водку. После дачной истории Фурцеву все чаще видели в публичных местах под шофе. Именно про это и рявкнул в трубку возмущенный Брежнев. Ты свою должность позоришь. Учитывая, что она сильно стала злоупотреблять алкоголем, я не думаю, что она была уж очень так довольна своей судьбой. И личной, и своей работой. Все менялось, потому что Брежневская эпоха – это уже было совершенно другое. И она понимала, что она не имеет влияния на Леонида Ильича и уже не будет иметь. Ее эпохой была оттепель. 29 марта 1954 года Екатерина Фурцева была назначена хозяйкой Москвы, первым секретарем московского горкома партии. За год до этого умер Сталин. Еще два года оставалось до 20-го съезда. Еще не было пока ни разоблачений культа личности, ни смены курса. Но весна уже чувствовалась, в воздухе веяло переменами. Фурцева отправилась в Лондон. Она хотела узнать, каким должен быть большой современный город. Вернулась с планами глобального переустройства Москвы. Началось строительство стадиона «Лужники», Центрального детского мира, высотной гостиницы «Украина», нового жилья. Каждый день Фурцева бывала на стройках. Меняла в машине туфли на сапоги и вперед. Когда Фурцева была первым секретарем горкома, ее фамилию мало кто знал. Но зато все ощущали ее деятельность. Кажется, она была в курсе всего, что в аптеках нет ваты, что на 600 тысяч московских телевизоров только две ремонтных мастерских. Говорила о том, что на московских предприятиях нет культуры производства, иностранцам стыдно показать. Выступала без бумажки и очень резко. Многие понимали, это не лично Фурцева критикует, это новая линия руководства страны. У Фурцевой за спиной мощная поддержка. В 55-м году уже она стоит с ним на Мавзолеевсах. Она еще не член политбюро, но она уже стоит рядом с Хрущевым. То есть он, естественно, ее тоже двигал вперед. Она сумела внушить ему такое доверие, чтобы он с ней считался. Она умела понравиться первому лицу. И всегда это было ее задачей. Потому что она хотела сама быть первой. И поэтому она у них училась, как быть и какой быть. Фурцева изменилась. Остались в прошлом пиджаки, похожие на сталинский китель, и гладко зачесанные волосы. Прическа и каблуки стали выше. Фигура тоньше. Создавая себя, она втайне копировала актрису Веру Морецкую. Стиль в одежде, манеры и даже цитаты из ролей. Вот стою я перед вами. Простая русская баба. Мужем битая. Попами пуганая. Рогами стреляная. Живучая. Зато позже все будут копировать Екатерину Фурцу. Настолько яркой фигурой своей эпохи она была. Никто еще Екатерина Сену не знал. И вот все уже сидят в зале. Вдруг входит она. Какое-то сразу необычайное впечатление от этой женщины было. Она была стройная, на высоких каблуках, в строгом сером платье. Она сказала, что могу сказать, я простая женщина. Я могу только вас слушать. 7 ноября 1955 года Екатерина Фурцева впервые оказалась на государственном приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Роскошно накрытые столы, речи, тосты. После банкета в летящем бальном платье, на высоких каблучках Екатерина вальсировала с самыми высокопоставленными мужчинами страны. Они были очарованы. На перебой приглашали ее, и Фурцева чувствовала себя королевой бала. Через три месяца, в феврале 1956 года, Фурцева, как всегда, без бумажки выступила на 20-м съезде партии. Спустя два дня после закрытия съезда она была избрана кандидатом в члены президиума и секретарем ЦК КПСС. Всего одна ступенька отделяла Фурцеву от самого узкого круга людей, управляющих страной. Полноценных членов президиума ЦК. И среди них еще не было ни одной женщины. В июле 1957 года в Москве открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В столицу приехали 34 тысячи гостей из 131 страны мира. Это была феерия невиданной свободы. Открытая, яркая, современная столица, заполненная людьми в национальных одеждах, футболках и джинсах, абсолютно экзотических тогда в СССР. На улицах играли оркестры, звучала народная музыка и рок-н-ролл. Фурцева курировала в целом подготовку Москвы. Это означало, первое, чтобы вовремя строители завершили работу и обставили мебелью 7 новых гостиниц в районе ВДНХ, Куда селили гостей Москвы. Нужно было подготовить театры, которые уезжали на гастроли и оставляли свои залы. Построить какие-то эстрады на улицах города. Это трудно себе даже вопросить. Успехи Фурцевой не остались незамеченными. Ни покровителями, ни соперниками. 24 октября 1974 года, 16.30. Екатерина Фурцева едет на торжественный прием в Кремль в надежде в неформальной обстановке прояснить, что происходит в верхах и чем ей грозит недовольство Брежнева. Когда-то они с генсеком были на равных. Оба кандидаты в члены президиума ЦК КПСС, оба выдвиженцы Хрущева и оба в июне 1957 года встали на его сторону во время кремлевского заговора Молотова-Маленкова-Кагановича. Помогли удержать власть. Фурцева, попавшая на совещание заговорщиков, вовремя поняла, что затевают члены президиума. Она умела бороться, когда Хрущева должны были убрать, и она смогла приостановить это. Она сообщила об этом Жукову. Она дала знать об этом всем членам ЦК, которые приехали срочно из разных республик. И было заседание, и все были за Хрущева. Это стоило ей, конечно, больших сил. Но она это сделала. Эта чрезвычайная ситуация стала трамплином, который вытолкнул Екатерину Фурцеву на вершину власти. В этом же месяце ее и Брежнева избрали в президиум ЦК КПСС. Выше только должность первого секретаря. Ее займет Леонид Ильич через семь лет, когда уже никто не захочет спасать Хрущева. Три с половиной года Фурцева во время государственных праздников приветствовала народ с трибуны Мавзолея, когда перед ним нескончаемой рекой плыли праздничные колонны с флагами, транспарантами и большими портретами членов Политбюро. Позже, заняв пост министра культуры, Фурцева вспоминала эти первомайские демонстрации как пик своей карьеры. Говорила, думаете, только у вас проблемы? Раньше мои портреты носили, а сейчас я тут с вами сижу. 24 октября 1974 года, 17.10. На приеме в Кремле Екатерина Фурцева вдруг ссорится с мужем, Николаем Фирюбином. Да так, что ссору не скрыть. Сегодня уже невозможно выяснить истинные причины этой размолвки. Хотя, можно предположить, она сыграла не последнюю роль в развитии событий по трагическому сценарию. Считается, что именно в этот вечер Фурцева узнала об измене мужа. Но, по сути, к этому моменту их мало что связывало, кроме печати в паспорте. Так могло ли это вывести Катерину Алексеевну из душевного равновесия? Другое дело, если в этот день Фирюбин объявил, что хочет официально расторгнуть брак и жениться на другой. Зная характер супруга, Фурцева не стала бы сомневаться. Он, как крыса, бежит с тонущего корабля. Очевидно, уже знает, что ее вот-вот уволят. Когда-то в начале 50-х Фирюбин был ее подчиненным. Возник классический служебный роман. Фирюбин очень хорошо знал литературу, музыку. Он ей читал стихи Пастернака. Они вместе слушали, не только ходили в театр, но и дома слушали оперу с пластинок. Фирюбин респектабельный, холеный, образованный, естественно, уже состоял в браке. Несколько лет они с Катериной встречались, потом решили пожениться. Муж, чтобы был муж. И она вообще-то для статуса, она считала, что муж должен быть. Она не хотела быть одна. Известно, что накануне свадьбы Фирюбин отправился послом в Чехословакию, а потом в Югославию. Вернувшись, занял пост заместитель министра иностранных дел. Он правильно выбрал жену. Фурцева была близка к политическим небожителям и безумно одинока. Очень скоро она поняла, что обманулась в чувствах, которые питает к ней муж. А ее близкие его так и не приняли. Светлана, дочь, ненавидела Фирюбина просто смертной ненавистью. Всегда мать тянулась за мужчиной и старалась быть лучше. А тут Фирюбин построил себе служебный роман с дамой, которая выше его по статусу внутреннему партийному. Светлана с бабушкой Матрёной Николаевной предпочитали жить на даче, чтобы реже видеть нового мужа Екатерина Алексеевна. Возможно, поэтому именно ему выпала роль спасителя, когда Фурцева решила покончить с собой. В 1960 году на пленуме ее сняли с должности секретаря ЦК и назначили министром культуры. А через полгода на 22-м съезде партии не включили в состав президиума ЦК. В тот же день Екатерина поехала домой и в ванной вскрыла себе вены. Ее вовремя обнаружила подруга, примчался Фирюбин. Им удалось остановить кровотечение и довести Фурцеву до больницы. Выздоровев, она получила от Хрущева нагоняй. Климакс у тебя, вот ты и бесишься. Пожалуй, только в тот момент Катерина поняла, тогда, в 1957-м, она ради Хрущева рисковала собой и дочерью, не имея никакого прикрытия. Она была одна против заговорщиков и трудно даже представить себе, что бы ее ожидало, если бы победили они. А теперь Хрущев предал ее. И это лишь начало конца. Фурцева тогда вышла из кабинета Хрущева бледная и спокойная. Она поняла, человека, с которым они вместе планировали создать новое, открытое миру государство и мечтали построить коммунизм за 20 лет, больше не существует. Укрепившись на вершине власти, Никита Сергеевич стал другим. И, возможно, глядя на Фурцеву, не хотел все время вспоминать, чем он ей обязан. Как можно видеть каждый день человека, который спас тебе карьеру? Это больше, чем жизнь. Это карьера для бюрократа. Все очень просто. Предельно просто. Холодное отчаяние, которое владело ею, пережитая боль, неожиданно открыли в Екатерине новые возможности. Способность точно улавливать суть художественных произведений, спектаклей, фильмов, картин. Заняв пост министра культуры, не самая образованная и интеллигентная Фурцева стала легендой. 24 октября 1974 года, 18.00. Фурцевой на приеме сообщают, что в Амстердаме только что скончался Давид Ойстрах, советский скрипач, альтист и дирижер. С Ойстрахом они дружили. Музыкант не хотел ехать на эти гастроли, жаловался на плохое самочувствие. Она настояла. И вот он умер там, на чужбине. Фурцева тут же уходит с приема, едет в министерство и, промчавшись в кабинет, захлопывает дверь. Осторожно заглянув к ней минут через 10, помощница видит, что министр плачет. О Фурцевой в творческих кругах чего только не говорили. Известна крылатая фраза «Министра культуры я не страшусь, но как-то побаиваюсь культуры министра». С наивной непосредственностью, нисколько не смущаясь, Катерина Фурцева открывала для себя непростой мир творцов. Однажды, принимая в Амхате новую пьесу, она высказала свое искреннее удивление автору. Не понимаю я вас, драматургов. Была недавно на ткацкой фабрике, познакомилась с ткачихой, 30 лет в одном цеху, орден Ленина на груди. И за 30 лет никаких конфликтов. Вот о чем надо пьесы писать. А вам все какие-то конфликты нужны. Ну зачем? Но была ли она в самом деле столь невежественной? На те 14 лет, что Екатерина Фурцева возглавляла Министерство культуры, приходится рассвет советского театра, кинематографа, циркового искусства, живописи, литературы. Ее время в советской культуре – это имена назначенных ею художественных руководителей. Юрия Григоровича в Большом, Олега Ефремова во Мхате, Марка Захарова в Ленкоме. Это открытие цирка на Вернацком, рождение театра на Таганке, острые спектакли в Современнике, выставка Алмазного фонда в Кремле, новое здание Мхата, концертный зал «Россия», детский музыкальный театр Натальи Сац. Впрочем, десятки новых театров, как и сотни библиотек, были открыты по всей стране. Пусть она что-то не знала, а она и не должна была знать в деталях все. Главное, она была тем цветоводом, при котором расцвели все цветы. То, чего вряд ли уже повторится. Фурцева добилась возвращения на родину художественного наследия Рерихов. Большой театр впервые отправился на гастроли в США. Экспозиция Пушкинского музея изобразительных искусств в Японию Амхат объехал полмира. В СССР привезли Монну Лизу да Винчи, французских импрессионистов, и выставку Нью-Йоркского музея «Метрополитен». В Большом театре выступал Миланский оперный театр «Ла Скала», а по крупнейшим городам СССР гастролировал оркестр Дюка Элленгтона. Она очень много сделала, кстати говоря, чтобы наша культура русская была бы более известна за рубежом. И к нам приезжали артисты, которых у нас никогда раньше не было. Приезжал и Марсель Барсо, и приезжал и в Монтан, и приезжала Марлен Дитрих. Она была очень принципиальной, так, как она понимала принципы. И она могла затоптать, что и делала регулярно, человеческую жизнь совершенно не задумываясь и не огорчаясь на этот счет. Потому что так правильно! И она так делала. Со временем оказалось, творческая среда – это та атмосфера, в которой Фурцевой дышится легче. Но ее все еще манили вершины власти. Екатерина разрывалась между искушением угодить Хрущеву, а значит, обрести хоть призрачную надежду вернуться на кремлевский Олимп, и жаждой расширить рамки дозволенного. Ярче всего это проявилось в декабре 1962 года во время знаменитой выставки «Авангардистов» в Манеже, открытой благодаря Фурцевой, но разгромленной Хрущевым в самых непечатных выражениях. Она своего слова не сказала. Она художников и всех выдала, так сказать, в чистую. И тем более в ней было видно только одно. Она безумно хотела понравиться Хрущеву. Она все время бросалась к нему, старалась сказать какие-то подходящие для него слова, каким-то образом быть ему угодной. Но могла ли министр культуры принимать абсолютно самостоятельные решения? Известно, что когда Марлен Хуцеев снимал заставу Ильича, Фурцева сама предложила ему снять «Вечер поэзии в Политехническом музее». Иначе мы, возможно, никогда бы и не увидели, как читают свои стихи молодые Вознесенские, Евтушенко, Ахмадулина. Однако по настоянию Хрущева поэты были вырезаны из фильма. В ЦК-то за ней уже кураторы наблюдали, она уже была не вольна. Как министр она была ниже их по должности. Поэтому ее могли вызвать, ее могли проработать, ее могли указать. Вот так она и работала 14 лет. На смену Екатерины Фурцевой придет Петр Демичев, не имевший собственного мнения, поглощенный заботой лишь о собственном благе. На своем посту он переживет Брежнева, Андропова и Черненко. А при Горбачеве пойдет на повышение, станет кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС. 24 октября 1974 года, 22.10. Уже из дома Катерина Фурцева звонит Людмиле Зыкиной, своей подруге. Певица позже утверждала, что это был обычный, ничем не примечательный разговор. Если это и в самом деле так, версия самоубийства кажется маловероятной. Значит, остается сердечная недостаточность. Но, возможно, последняя собеседница Катерины Фурцевой просто не захотела обнародовать ее предсмертные мысли. Около часа ночи дочери Фурцевой, Светлане, позвонил только что вернувшийся домой Николай Ферюнин. Мамы больше нет. Он был единственным свидетелем. Он ее нашел. И он что-то явно скрывал, как казалось, Свете. Смерть министра культуры осталась загадкой, которую никто не захотел расследовать. Когда в дом матери вбежала зареванная света, тело уже увезли. Среди поклонников Екатерины Фурцевой был уже немолодой директор миланской оперы Антонио Герингелли. Богатый человек, он долгие годы помогал театру Ласкало просто из любви к искусству, а потом стал его директором. Приехав по приглашению Фурцевой в СССР на гастроли, Герингелли был очарован редким сочетанием красоты, ума, решительности и мягкости этой женщины. Вернувшись в Италию, меценат заказал портрет Екатерины Фурцевой, и лишь четвертый художник смог удовлетворить взыскательного заказчика. Когда министра культуры ушла из жизни, Герингелли при любой возможности посылал ей на могилу роскошную розу. Быть может, этот итальянец, меломан, лучше других сумел понять самую суть Екатерины Фурцевой.